Первая новость. С говном в России много связано. Сына Пескова полностью тонет в своих собственных испорожнениях. Россиян опять считают за дебилов. Сверхдержавненько, да? Вы скоты. Друзья, всем привет. Это снова всратые новости. И Андрей Сахаров. Глеб Чавычелов. Погнали. Так, первая новость. Симонян, наша любимая, назвала сына Пескова, который якобы воевал в Вагнере, Сашей. Хотя на самом деле он Николай. А потом заявила в Твиттере. Девочки, не Саша, а старший. У вас со слухом проблемы. А у меня очевидность дикции, написала пропагандистка. Я знаю, что Саша, сын Пескова, пошел туда служить сам с полного благословения и в каком-то смысле даже поощрения Пескова. Ну, это к вопросу. Это ко множеству вопросов. Ко множеству вопросов. И на многие вопросы отвечает. Я серьезно. Ты не верил? Что мне здесь больше всего нравится, какую бы хуйню они не несли, во-первых, они никогда не подтверждают это фактами. И даже в этом случае она сначала, она не извиняется. Она сразу сначала с обвинениями. Типа, у вас проблемы со слухом. Поняли, блядь, уроды? Хер тебе в рыло, сраный урод! Ну, что я могу сказать по этому поводу? Эта ситуация очень забавная. Все мы помним, как сын Пескова Николай при объявлении мобилизации сообщил, что на фронт не собирается, а будет решать это на другом уровне. Это кто? Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Могу. Добрый день. Да, давайте не будем швырять трубки, как это вы сделали в прошлый раз. Значит, Николай, вопрос... А зачем вы мне звоните и еще мне говорите, подождите? Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, и на бумаге она к вам приходила. И вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить, и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем. Вы, это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы посыдаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне. Именно сейчас Соловьев-Пригожин стали рассказывать, что якобы он уже отслужил Вагнере и вернулся. Только вышло это весьма крайне неубедительно, в плане того, что доказательств нет никаких. И некоторые любители выяснили, что Тесла Пескова, автомобиль, собирала штрафы по Москве за превышение скорости. Видимо, пока тот был на фронте. Ну, все мы знаем, что у Теслы есть автопилот, вот она, негодница-то, насобирала штрафов. Вся эта сценировка о том, что он служил в Вагнере, попросту неправда, чтобы глубинному народу показать, что вот видите, сыновья чиновников тоже служат. У Теслы Пескова есть автопилот, и судя по всему, у России тоже уже давно автопилот. И она прямо на нем несется нахер в пропасть. Бройлер 747 терпит крушение. Пассажирский самолет Бройлер 747 терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Ха-ха-ха. Недавно я наткнулся на отрывок выступления Данилы Поперечного, где он рассуждает о пропаганде и о тех людях, которые в нее верят. И остальные, блядь, поддерживают эту хуйню из-за пропаганды. Но меня так смущает, когда говорят, блядь, вот те, кто поддерживает из-за телевизора, это просто потому, что они смотрят только телевизор. Если бы они имели доступ к альтернативным источникам информации, они бы так не думали. И с одной стороны, я согласен с этим, но часть меня все равно не перестает винить этих людей, потому что мне кажется, что можно понимать, что власти России тебе пиздят, смотря только телевизор нахуй. Надо просто запоминать, что они пиздят, вот и все. Я не буду менять конституцию. Пойду ли я на новый срок, я не знаю. У нас нет никаких притеснений, у нас демократия. У стен Кремля в случае убийства мы не имеем к этому никакого отношения. Это не мой дворец, это гостиница Ротенберга. Мы относимся к Украине как к суверенному государству. У нас нет никаких планов на Крым. Наших солдат там нет и никогда не было. Крым всегда был наш. Кто его отравил? Американские спецслужбы. Войны не будет. Это не война, это учение. Это не война, это спецоперация. Это они сами себя бомбят. Если бы мы не начали войну, они бы первые на нас напали. Мы стреляем высокоточными ударами только по военным объектам. Могрязаться не будет. И этого пиздежа столько, что россияне начинают в него верить. Потому что они такие, ну не может же быть все это пиздеж. А это все пиздеж, каждое их ебаное слово. Ну что здесь можно сказать? В принципе, монолог-то крутой. Но немножечко меня смущает формулировка, что нет доступа к альтернативным источникам информации. Правда? В 21 веке, в век интернета, у кого-то нет доступа к какой-либо информации. Ну, тут нет желания. А на мне нахуй не нужен интернет ваш? Сейчас Россия заняла второе место по количеству пользователей VPN. Ну, то есть, значит, все-таки возможность-то есть. Но только, к сожалению, видимо, наши граждане VPN используют исключительно для входа в Инстаграм, а не для того, чтобы действительно разобраться в том, что происходит в мире и кто здесь на кого нападает. Ну, я думаю, что многие просто боятся разрушения той парадигмы бытия, в которой они существуют. Существуют, что Россия – это великая держава, что у нас вторая армия мира, что мы всех победим, а Америка очень со своим НАТО и Европой хотят нас поработить. Им удобно жить в этом мире. В выдуманном этом мире. В выдуманном этом мире, да. И, может быть, они, видя все события, которые сейчас происходят, и все несостыковки, даже вот если проанализировать провластные федеральные каналы, сначала говорят одно, там делают другое на следующий раз, и, ну, как бы у любого человека возникнет мысль, а по-моему, меня наебывают. Вот, но они этого не делают, потому что, ну, им страшно. Им страшно просто понять, что они жили в каких-то иллюзиях, их обманули, и они от этого просто стараются держаться в стороне. В моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. Ну и пропаганда, она же давит на самое больное. Как ни крути, Великая Отечественная война, мы потеряли огромное количество людей. Неважно, по каким причинам, да, но в тот момент на нас напали. То есть, я имею в виду, неважно, по каким причинам мы потеряли огромное количество людей. Там, конечно, были и откровенно неверные расчеты у тех, кто отдавал приказы. Но сейчас не об этом. То есть, мы как бы нация, победившая фашизм. И это нам с детства говорили. И тут сейчас они давят реально на больной, говорят, а вот там, там-то в Украине фашисты. И большинство людей, ну, просто не в состоянии отказаться от того, что как это, ну, типа, раз мы победили фашистов, а там-то тоже как это, так нельзя. А получается, что фашисты-то теперь они сами. Появилась новость, где на российском обществе, на выступлении российского общества знания это мероприятие, где проходят открытые уроки, лекции, мастер-классы, дебаты, между кем и кем, непонятно, по российской истории, правильной российской истории. Вот. И там выступил Певцов, Певцов, прости, господи, но это тоже урод, Песков. И высказал такое, что они нас ненавидят, все, они все жертвы, их оболванили, заколдовали. Они нас ненавидят, просто ненавидят, как сумасшедшие, все. Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто. Они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдет, как все острые заболевания, но, к сожалению, сейчас вот такая ситуация. И что хочется сказать по этому поводу? Думаю, лучше изобразить не получится, поэтому мы прибегнем к помощи нашего явно не соратника, оппонента. Усколобая железобетонная уверенность в собственной правоте. Великолепная новость. Россиян опять считают за дебилов. В смысле опять. Всегда. Всегда власти СМИ считают россиян за дебилов. И перевести все на простой язык, то вы скоты, живите так, как вам говорят. Не требуйте большего. Тяните лямку тихо и не брыкайтесь. Значит, на российском ТВ показали страдания финнов из-за инфляции. Но зрители заметили кое-что странное. На российском федеральном канале, пятый канал, в сюжете заявили, что в Финляндии из-за антироссийских санкций продукты подорожали на 40%. В качестве доказательства там показали кадр якобы с ценами одного из местных магазинов. Но зрители заметили нюанс. Так, на заставке эксклюзивного репортажа появилась картинка, на которой покупатель стоит у хлебного киоска с вывеской. Однако зрители заметили в вывеске ошибку. И, во-вторых, если увеличить картинку и посмотреть на ценники, то на них видны надписи «Пирог с говят», «Пирог с лимон» и «Пирог с яблок». Ну, вот этот вот финский язык. Так, следующая новость. В сети выложили видео из поселка Зырянка на Колыме, который в прямом смысле живет в говне. По прекрасной дороге в Верхнеколымский район нам сказал один водитель, что в Зырянке все плохо. Но мы даже не подозревали, что все настолько плохо. Масштаб бедствия так велик и колоссален, что просто не верится своим глазам. Зырянка полностью тонет в своих собственных испорожнениях. Каждый дом, каждое административное здание, муниципальные учреждения, источая вонь и смрад, заливают улицы коричнево-рыжим льдом. Что у тебя течет? Все течет. И все это ручьями льется в креку Колыма. Прямо возле их же водозабора. Дрибься сюда. Куда смотрят экологи? Что тут делал этот экологический десант? Кому они отчитывались? И что тут вообще происходит в конце концов? Загадка дыры! Сверхдержавненько, да? Вот он, русский мир. Вот прям от Колымы они хотят до Португалии, видимо, протащить этот русский мир. Слава богу, у них не получится. Вот этот туалет, который они там ремонтируют, помнишь? Они хотят везде их понатыкать. Это, да, настоящий символ русского мира. Ну, неудивительно, с говном в России много связано. Некоторые люди, я не помню, в какой области кто именно, но помнишь, был скульптор, которого делал скульптуру из навоза замерзшего. Как бы... И, в общем-то, тоже новость про сверхдержавность и говно. В Свердловской области ездят вот такие вот патриотичные автобусы. Прям вот в стиле времени, вот эта вот помойная буква Z нарисована на решетке. Сразу все понятно. Засраный автобус весь, гнилой. Катафалк. Буква Z на решетке. Вот оно, будущее России. Знай кирпич, не влезай, убьет. То есть, чудо советского автопрома. Снова на улицах. Ну, а на фронт расконсервируют старые танки, о котором мы уже говорили в предыдущих выпусках. И даже пушки. Появилось видео тоже. Был замечен грузовик, который тащил за собой пушку Т-12. Тут следует не путать. Т-12 — это прародители пушки МТ-12, рапиры. Чем более старое у вас оружие, тем эффективность его меньше. В том, что и кучности, и точности. Для них нужно старые выстрелы добывать, потому что это 100-миллиметровые такие пушки. И неизвестно вообще, как бы, сработают эти снаряды, не сработают. Вторая армия мира. Появилось видео. Мы так говорим, появилось видео, потому что, ну, мы люди адекватные, мы не смотрим российское телевидение. Нормальный! Нормальный! Вот, поэтому для нас это появилось видео. А на российском телевидении в очередной программе Киселева у него появился тезис о том, что Путин очень заботится о народе. Важная деталь. Обратили внимание на интонацию, с которой президент говорил о людях в новых регионах. И то, как он сказал, что люди там ездят не на старых машинах, а на стареньких. На старых прозвучало бы даже несколько грубовато, и, быть может, еще и обидно. А на стареньких с суффиксом «еньк», что в русском языке прилагательным придает уменьшительно-ласкательное значение. Совсем другое дело. Путин ездил в новые регионы. Новые. Новые, да. Окупированные регионы. И рассказывал собранию, что он впервые, ну не впервые, а очень давно не видел так много стареньких лад и жигулей. И Киселев предположил, что Путин намеренно использовал суффикс «еньк». Уменьшительно-ласкательный. Да, уменьшительно-ласкательный, потому что он заботится о народе. Не спит на галерах, гребет, пашет и думает о народе. Да, вот в этих, в оккупированных территориях на стареньких ездят, а у нас в наших стареньких регионах, можно подумать, на новеньких ездят. И вообще, ну... Ох уж эта бандеровская власть. Народ бедно живет. Ух, у нас-то в его-то, блядь, Москве. Если бы дед хоть немножечко вылезал бы из бункера, он бы понял, что уже в Москве-то новых машин мало осталось. Пусть он выйдет буквально где-нибудь там за 70 километров от Москвы, ближнее Подмосковье, и там тоже в регионах то же самое. Старенькие. То, что он заботится, называя старенькие, это, конечно... Ой-ой, грузиков 200 многовато приезжает. Ну ничего, бабоньки еще детишек нарожают. Добряк ебаный. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. И снова... Седая ночь. Семейство Песковых, а именно главный из них заявил Песков Дмитрий, что Путин никогда не сидел в бункере. Это тот Путин, который никогда не повышал пенсионный возраст, обещал никогда не поменять конституцию, пока он президент, не нарушал международных договоров. Это тот Путин, который говорил в 15-м году, что войны не будет, но в итоге сам прекрасно знал, что она начнется. Неужели будет война? Нет. Исхожу из того, что это невозможно. Так что... Живите спокойно. И который говорил, что мобилизации не будет, а мобилизация началась. И так же касаемо пенсионного возраста. И так же, что нет срочников на флагмане Черноморского флота. Ну, слушай, их там не-то. Ну, и вообще, да. Когда Крым отжимали. Нет, наших войск там нет. А потом, да, естественно, за спинами местной терробароны стояли наши военные. Ну, вы уже, наверное, видели. Если нет, мы сейчас фрагмент ставим. Выпустили патриотичные мультики про войну. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно штурмовать здание. Главное в этом деле не экономить гранаты. Добравшись до нужного адреса, ставьте дымы. И озвучил их, естественно, Ахлобыстин. Для меня это прям больная тема, потому что я этого ублюдка терпеть не могу. И это даже не после его Гойда и там всех его вот этих мерзких фраз о войне, об Украине. Я вообще никогда не понимал, как этим человеком можно восхищаться. Вот когда там вышли интерны, все говорят, ой, так смешно, Ахлобыстин там гениально играет. Ничего гениального я там не вижу. Вообще в Ахлобыстине ничего гениального не вижу. Но что меня злило, лет, наверное, уже 15 назад это началось. Вконтакте, тогда я еще много проводил времени в этой социальной сети, завирусилась цитата Ахлобыстина. О том, что если мужчина женился, а потом ходит налево, то он либо мудак, либо неудачник. Ну, могу чуть-чуть ошибаться, но смысл был такой. И, в общем-то, я с ним согласен в чем-то, что налево ходить это не очень хорошо, если ты действительно сделал выбор в пользу какой-то женщины конкретной. И женился, но не ему как бы об этом говорить. Это морально-этическая шлюха, которая вчера он наркоман, завтра он поп, послезавтра он актер, и завтра он опять поп. Это он меня будет учить тому, как надо жить? И что такое мораль? Да пошел он в жопу, этот мудак. Гойда. Гойда! Дмитрий Медведев о возможных поставках оружия Южной Кореи, Украине. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей, наших партнеров из КНДР. Новейших образцов? Учитывая, что Россия кроме говна, злости и смерти ничего не производит, а в КНДР поставлять это никакого смысла не имеет. У них с самих этого с избытком. А вот касательно новейшего вооружения, это говорит человек, террорист, от лица которого в том числе в Украину летят северокорейские ракеты и иранские дроны. То есть мы-то явно ничего не можем КНДР поставить. Уж точно ничего новейшего и суперсовременного. А вот их мы пользуемся. Что у него в голове? Обезьянка с этими, с ударными инструментами. Все, наверное, слышали новость о том, что 20 апреля на Белгород упала российская 500-килограммовая фугасная бомба, которую нес Су-34, и направлялась эта бомба, естественно, на... на, блин, я как пропагандист, направлялась в Украину. В эфире ежегневный брифинг мини-зверства обороны Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что наша молниеносная спецоперация, которая сегодня исполняется 424 дня, находится, можно сказать, в самом разгаре. Так, за последние сутки разгорелось 12 наших танков, но об этом сказать не можно. Поэтому перейдем к главным событиям, о которых говорить пока разрешили. На днях неподалеку от Украины, с нашего самолета Су-34, произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Как стало известно, боеприпас нештатно сходил прогуляться в центр Белгорода. В результате данной прогулки произошел небольшой шлепок с дальнейшим хлопком на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. Бомба упала, у нее стоял замедлитель, и она пробила асфальт, ушла глубоко, и через несколько секунд взорвалась. Взрыв был такой мощный, что автомобиль, который стоял на парковке, взлетел и упал на крышу близлежащей пятерочки. Что я могу по этому поводу сказать? Те, кто когда-то топили и топят за агрессию в Украине, не думали, что война может дать ответку? Когда вы призывали и радовались бомбежкам Киева, смертям мирных жителей, подключении света, тепла. Ну как? Теперь это вы прочувствуете на своей шкуре. И это только малая часть еще. Это малая часть того, что, да, это очень повезло, что бомба упала не прямо на дом, который стоял рядом, тогда бы он попросту рухнул бы и были бы жертвы. Потому что этими же бомбами через несколько дней обстреляли Украину и мы сейчас дадим картинку, что было с этими домами. И что бы было с домом, если бы он попал этот снаряд в России, в Белгороде, в дом. Сложило, короче, два подъезда, два трехсотых. Все выглядело. Все так у нас русские не бомбляли. Теперь нету фразы, да и в принципе ее не могло быть, типа «Моя хата с краю». Теперь «Ваша хата», следующая. Пилот, видимо, сбрасывал эту бомбу со словами «Ну, был же приказ бомбить фашистов». «Да, да, да, да». Или это. «Ну, так мы же вроде как один народ». «Да, но там было две бомбы, как потом выяснилось, вторую не заметили сразу». Да, она ушла очень глубоко и видимо, что-то произошло взрывателем, потому что бомба старая, советская, напомню, она очень давно производилась. И знаешь, как бы фраза «бомбить Воронеж» заиграла новыми красками после этого. Ну, там, где Белград, там и Воронеж. «Френдли файр». Приближается 9 мая и уже известно, что отменили воздушную часть парада, потому что, видимо, боятся очередных сходов боеприпасов, как в Белгороде, самолетов. И также отменили акцию «Бессмертный полк». В чем заключалась акция? В том, что люди несли портреты своих родственников, воевавших во время Великой Отечественной, и тем самым они дань памяти отдали. Вот. Его тоже отменили, и я думаю, что это тоже по причине страха того, что люди, помимо родственников, погибших во время Великой Отечественной, начнут нести портреты погибших людей, своих родственников, сыновей, внуков в СВО. И тем самым будет сразу понятно, какие потери несет Россия, реальные потери. о которых Министерство обороны умалчивает. Также президент Киргизии оказался единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы. Это Победа. Победа международных отношений. Победа над здравым смыслом. Да. В борьбе со здравым смыслом народ на нашей стороне. Следующая новость. Судья Сергей Подо-Пригоров, подписавший приговор Владимиру Карамурзе. Вы что думаете, 37-й год не вернется? Непременно вернется. Мои предки таких гадов к стенке ставили и расстреливали. Это он про себя. Что хочется сказать по этому поводу? Сейчас они сажают тех, кто истово последние годы боролся с путинским преступным режимом за будущее России и за будущее в том числе детей вот этих мразей и ублюдков, чтобы их дети тоже жили в нормальном правовом государстве. Они их сажают, тем самым уничтожая даже малейшую возможность на изменение курса России в сторону нормального государства. Ну и этому судье стоило бы получше изучить биографии тех, кто так истово сажал, пытал в 37-м году людей, что в итоге стало с ними и что скорее всего ждет и его. Ну, конечно, не расстрел, но посидеть, я думаю, ему придется. Он может посмотреть прекрасный фильм «Капитан Волконогов бежал» и вам я рекомендую это сделать, прекрасный фильм, прокатное удостоверение, которому, конечно же, не дали в России, поэтому он выложен на пиратских ресурсах, вы там можете с ним ознакомиться, я крайне рекомендую. Вот как думаешь, капитан? Вот почему они все твердят, что невиновны? Наверное, они надеются уйти от ответственности. вот вот ты не умный парень, а нихуя в диалектике не петришь. Запомни, они на самом деле считают, что они невиновны, потому что они на самом деле невиновны. Те, кого мы допрашиваем, на самом деле не террористы, не шпионы, не предатели, но при этом все они попадают сюда к нам не случайно, потому что все они ненадежные элементы. Тоже один из любимых моих источников информации Царьград. США решили вернуть Россию в SWIFT, названа реальная причина решения. Как сообщает китайский портал НИТ-ИС подключением русских банков к SWIFT обеспокоили сами американцы. Причина такого решения очень проста. После того, как США решили ввести санкции против России и заморозили активы страны, в мире началась настоящая волна отказа от доллара. Изначально Вашингтон предполагал, что его рестрикций хватит для того, чтобы свалить русскую экономику с ног и навязать Москве свои условия. На деле все получилось иначе. Наша страна не просто выстояла перед новым испытанием, но и обратила оружие Вашингтона против него самого. Всегда меня веселят такие новости, когда говорят, что Россия опрокинула на лопатки доллар, американской экономике придет крах, потому что все отказываются от доллара в своих платежах. Россия переходит на юань, это обрушит экономику США. То есть собралась обрушить экономику США страна доля ВВП, которого в общем мировом составляет 1,7%. Ну, как бы это уже шутка, мне кажется, сама по себе. Россия с ее 1,7% мирового ВВП меняет миропорядок. Еще новость, которая не может не задеть чувства нацистов. В общем, шаман выложил новый клип на свою песню, который называется «Мы». И здесь будет небольшой отрывочек, чтобы вы поняли. Мы! 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 И заметил комментарий в ютубе. Хочу его зачитать. Песня просто отпад. Плотная гойда. Пришел на кладбище, дал деду послушать. Так он тут же из гроба встал и поднес свою руку, направив ее прямиком на солнце. Спасибо тебе, шаман, за то, что вернул моему деду молодость. следующая следующая новость прямиком из Крыма от Аксенова коллаборанта. Наследники авторов некоторых военных песен, которые сейчас живут на Западе, отказали в праве исполнять эти песни в России, сообщили СМИ. В их числе знаменитый «Дорога на Берлин», стихи, который написал выдающийся советский поэт, участник Великой Отечественной войны Евгений Толматовский «И давай закурим композитора Модеста Табачникова». Во-первых, это, конечно, позор и предательство. Вот порассуждать бы Аксенову о предательстве. Прежде всего, предательство памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. Во-вторых, подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям железного В-третьих, многие песни военных лет давно стали народными, на них выросло не одно поколение наших людей. По сути, это национальное достояние. Если необходимо закрепить данный статус конкретным законодательным актом, надо это сделать. Готов выдвинуть соответствующую инициативу. А жаль, что подлость безнаказанна, написал в свое время Долматовский. Невозможно с ним не согласиться. Вы понимаете, есть международное право, есть авторские права, и просто им не дают исполнять песни. Они такие, ничего, сейчас национализируем, будет народным достоянием. Офигенно, но так же можно совсем делать. Что мешает условного Аксену допустим ехать по своему любимому Крыму, совершенно прекрасному полуострову, это без сарказма, невероятно красивый, ехать, увидеть какую-нибудь виллу на берегу моря, зайти туда и сказать, чувак, я здесь живу. Ну как? Типу, этот дом еще мой отец построил. Ты знаешь, я сейчас внесу поправки в законопроект и национализирую этот домик для себя. Ну, это же реальные бандосы, то есть просто давайте пиратить фильмы, как предлагал Медведев, давайте национализируем. Они живут по пиратскому кодексу просто-напросто, откровенные бандосы. Аксенов бандос бывший далеко не ходил. Да как и все они. То есть, понимаете, они считают, что все, что им не отдают, не хотят отдавать, на законных основаниях имеют право не отдавать, они в любом случае заберут. То есть, они решили да насрать. и сразу новость про мелких пакостников. В очередной раз заговорили о том, что уехавшим из России и потерявшим налоговое резиденство нужно поднять налоги до 30%. То есть, это вот мелкие пакостники, те, кто права не дают на музыку, а эти, получается, эти-то не мелкие, эти пакостят по-крупному, срут прям вот все. При том, что они, несмотря на то, что мы не разделяем их позицию, мы все еще стаемся гражданами России. То есть, они сначала говорят, возвращайтесь, мы хотим, чтобы все вернулись, и делают все, чтобы этого не произошло. да им насрать на граждан, что непонятно-то. Можно сколько угодно распыляться, а все, кто не с нами, тот под нами. Вот таким они лозунгом руководствуются. Следующая новость опять о предателях. очередной ставший на путь предательства российский актер, бывший мент, играл мента, Александр Устюгов. 24 февраля 22 года, это цитата из этой статьи, 24 февраля 2022 года стало не только датой, разделившей жизнь на до и после, а своеобразной лакмусовой бумажкой, определяющей своих и чужих. И оказалось, что многие представители творческой богемы не выдержали этой проверки и либо просто уехали из России, либо же пополнили ряды нетвойнистов. Прямо так написано. Старательно не замечавших, что эта самая война до того уже шла в течение почти 8 лет. Одним из тех, кто избрал второй путь, стал Александр Устюгов, ставший известным по сериалу «Ментовские войны». Вот интересная статья. Мне просто понравилось, как они обозвали нетвойнисты. То есть, как от адекватного и нормального лишь бы не было войны, мы докатились до такого презрительного нетвойнисты. И про 8 лет это, конечно, вы не замечали 8 лет идущую войну, а вам что, их там нетов на Донбассе их форма цвета хаки мешала их заметить. Вскоре после начала войны я опубликовал у себя во ВКонтакте пост «Сейчас узнал, что в докладе у полномоченного по правам человека по ЛНР и ДНР за последние два года 5,8 погибших от военных обстрелов. Это значительно меньше, чем в этих же регионах погибает в автомобильных авариях. Абсолютно все жизни важны и 5, и 8. Это не цифры, это люди, это жизни. Но разве это тот самый геноцид, из-за которого надо было развязывать войну? Вот тебе и 8 лет. Короткая новость. В Якутии в некоторых предприятиях начали удерживать зарплаты по 1000 рублей в фонд поддержки СВО. Уже по 1000. Все идет по плану. Громко и четко. Или как пропагандисты денег у нас завались. Мы можем эту войну вести вечно. При учете, что вы будете продавать газ и нефть по той цене, которую вы думали. Но газовый и нефтяной шантаж не удался, поэтому... Давай, соси! И как раз новость об очередном шантаже. Миноборона России заявила, что атака украинских катеров в Севастополе поставила под угрозу возможность продления зерновой сделки. Ну, как это можно прокомментировать, что кроме шантажа у второй армии мира опять ничего не осталось. И это в очередной раз ярко нам показывает, что Россия это террорист, который способен на любые подлости, на шантаж, готов манипулировать жизнями людей во всех странах мира. Ну, а с террористами нельзя договариваться. Как говорил Медведев, террористов нужно уничтожать бешеных псов. Новость из московского комсомольца. Мать военнослужащего рассказала, зачем добилась переименования саратовского ресторана Кембридж. Читать причины, почему ее это возмутило, ну, типа, что сын вернулся со СВО в отпуск. То есть, он обратно поедет. И не факт, что он вернется. И он увидел этот ресторан Кембридж, и ему стало очень противно, что на его родине прославляются вражеские страны и их культура. Ну, как говорится, это просто восхитительно. Российских матерей и мобилизованных устраивает СВО, кроме непатриотичных названий и заведений общепита. Как бы других поводов для жалоб у них нет. Тем временем настоящий Кембридж поедет учиться сынок какого-нибудь депутата. Уже не поедет. Да. А мобики продолжат лежать в окопах и ловить буднично бомбы, гранаты, которые скидывают туда украинские дроны. Классно. Тоже коротенькая новость. В АТОР считают, что турпоток в Крым может вырасти летом на 15%. И следующая же новость. в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне. Ну что ж, отдых в Крыму в этом году будет просто бомба, пушка, самолет. вы у меня сейчас так отдохнете, порошок сотрете. Еще одна новость. Россия порежет на петололом крупнейший в мире атомный крейсер. Флагман Северного флота Петр Великий решили сдать в утиль из-за отсутствия денег на ремонт и модернизацию. Просто денег нет. А никого, кто мнит себя Петром Великим не хотят в утилизацию сдать? Давно бы пора, честно говоря. Ну что я могу по этому поводу сказать? Все идет по плану, Гойда. Памфилова заявила о намерении Запада сорвать выборы президента в России в 2024 году. А как можно сорвать то, чего нет? Хорошая шутка, да? И еще о выборах. Газета Ру пишет. США намерены поставить во главе Турции второго Зеленского. Презрительный такой заголовок. То есть в случае выбора турецкого народа в пользу нормального адекватного правителя Россия откажется считать его легитимным, я так понимаю, потому что всех нормальных они же только с талибами могут дружить, с Кимом и со всякими такими вот ублюдками. Они же с африканскими диктаторами. Ну, в общем, что можно сказать про Эрдогана? Они с Си, Пу, Лу, одного поля ягоды. И Эрдоган зверски подавлял протесты. И очевидно, что этот мудак также не отдаст власть, ну, во всяком случае будет цепляться до последнего за нее. И как написал оппозиционный политик после землетрясений, которые были в Турции не так давно, пару месяцев назад, да, турецкий правозащитник Исмаил Акбулут. После мощных землетрясений хочется, чтобы президент охватил весь свой народ любовью, надеждой, состраданием, сочувствием и солидарностью. Вместо этого Эрдоган угрожает своему народу наказанием распространения ложной информации, то есть критику его режима. Где-то мы это уже видели. Но еще пару новостей коротких про патриарха. Патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся и стране. Начать с себя патриарх Кирилл почему-то не предложил. В смысле себя с него. И следующее. Россия не стремится захватить другие страны, заявил патриарх Кирилл. Понимаете, мы реально живем в каком-то королевстве кривых зеркал, где всеми нами правит Егупоп, и где просто устами патриарха глаголит сатана. Ну, в принципе, так и есть. Всем известно, что Гундяев это его настоящая фамилия, да. Бывший КГБшник, в смысле бывший, он КГБшник, рассекретили архивы Швейцарии, где нынешний глава РПЦ, патриарх Кирилл, собирал информацию для КГБ еще в 70-х, будучи молодым священником в Женеве. Согласно материалам рассекретичного архива Швейцарского Федерального ведомства, патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, еще в 70-х был швеном КГБ под псевдонимом Михайлов. 24-летний священник Гундяев представлял Русскую Православную Церковь на Всемирном Совете Церквей. Эта информация стала всем известна, и попросили прокомментировать это в самой РПЦ, но получили отказ. И с советских времен это вошло в стандарт, что патриархи и различные главы церквей в разных регионах всегда были сотрудниками НКВД, КГБ для того, чтобы стукачить на прихожан которые могут сказать что-то не то про советскую власть. Ну и соответственно их определенным образом потом наказывать и возможно даже расстреливать. Мы не знаем. Вот и секретные документы подъехали. Секретарь Совбеза Патрушев Иван Грозный стал жертвой западной русофобской пропаганды, пытавшейся отвлечь внимание европейцев от Инквизиции. Страной правят не просто идиоты, а сумасшедшие идиоты. Инквизиция если что была создана за 315 лет до того, как Иван Грозный вообще появился на свет. Почему русофобская пропаганда не отвлекала европейцев все эти 315 лет Патрушев разумеется не сказал. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил уходить от прозападного вектора в системе образования и исключить английский язык из перечения обязательных предметов в школах. Ну, этот-то дебил все равно не способен выучить никакой язык. Я думаю, что и русским он владеет далеко не в совершенстве. Остальным же, особенно подрастающему поколению, я настоятельно советую изучать английский язык, иначе вы навсегда останетесь в стране вот с такими вот депутатами. Так, ну и последняя новость. Лефортовский суд заочно арестовал Христа Грозева. Испугались? Обосрал. Кто не знает, это журналист-расследователь проекта Биллингкэт. Это в том числе расследование брата Ровителя Навального и так далее. Ну, там очень много, можете ознакомиться самостоятельно. Ну, как это можно прокомментировать? Значит, российские, российская власть решения международных судов игнорирует? А какой-то засратый Лефортовский суд должен кого-то ебать в Европе? Вы что, с ума сошли? Ну, сколько угодно можете возбуждать такие дела. Очевидно, что люди, ну, российского гражданства никогда уже не вернутся в Россию, а тем более иностранных граждан. Это все просто смешки. ничего больше. Когда президент страны, в которой суд выносит такие решения, объявлен террористом на международном уровне, то это очень забавно. Друзья, спасибо за просмотр. Рады, что вы продолжаете нас смотреть, но я вижу, что многие смотрят, но не подписываются. У меня огромная просьба все-таки подписаться, потому что для нас это очень важно, и это добавит нам мотивации улучшать контент, ну, и силы мотивации улучшать контент. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok